МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воскресенье обещают быть теплыми, как сообщают нам синоптики. И теплыми они в том числе будут, потому что есть несколько поводов для того, чтобы как-то свои сердца вместе согреться. Конечно, я напоминаю вам и намекаю на День всех влюбленных, 14 февраля. И вот, поверьте мне, оказывается, у нас в Самаре в эти выходные столько всего задумано, столько разных мероприятий, что каждый из вас найдет для себя что-то по душе. Рассказываем о них заранее, чтобы вы смогли подготовиться и как-то информацию полезную получить. Собственно, празднуете ли вы этот праздник, отмечаете ли вы, если да, то можно нам позвонить, рассказать, где вы будете в эти выходные. Звоните нам, 202-11-22. Этот же телефон вам пригодится для того, чтобы вопросы нашим гостям задавать и отвечать на мои вопросы, потому что сегодня мы вновь для вас разыгрываем в первой части пригласительные билеты на концерт нашей местной группы On The Go, ну а в второй части для вас сюрприз, билеты на концерт Сургановой и Оркестра. Так что призы, подарки для вас тоже приготовили, как всегда. Ну что, строим планы на выходные, тема нашего эфира. И планы на выходные вместе со мной будут строить сейчас ребята из Самарского аэрокосмического университета. У них мероприятие называется «Любовь на льду». Чем они там будут заниматься? В общем, сейчас все узнаем. Давайте знакомиться. Итак, с нами здесь студ.орг инженерно-технологического факультета Халид Насибуддинов. Привет, Халид. Координатор культ массового блока на факультете инженеров воздушного транспорта Маргарита Ансимова. Здравствуйте. И куратор на факультете экономики и управления, тоже с ГАО, Анна Корчерманова. Здравствуйте. Ну что, вас рада приветствовать. Я так понимаю, уже бурлит все, кипит подготовка. Любовь на льду. Что это такое? О чем речь идет вообще? Маргарита. Ну, изначально, как бы, романтический праздник. Все хотят его отметить. Кто-то своими половинками, кто-то хочет найти, с кем-то познакомиться. Мы просто представляем людям такую возможность в романтической какой-то атмосфере, какой-то обстановке, как-то с кем-то провести приятное время на самом деле. То есть мы устраиваем программу, которая будет интересна всем, и которой можно именно отметить этот праздник. Там с кем-то, может быть, правда, кого-то сведем, какой-то найдет свою половинку. Понятно. То есть это все будет на льду. Да. Как идея-то пришла в голову, Халид? Кто у вас генератор на этот счет? Значит, генератор, скажем, мы вместе придумали, как бы, появилась инициативно определенная группа, которая же как бы придумала, захотела что-то вот такого романтического мероприятия. Идея пришла в прошлом году. В прошлом году это было, можно сказать, посвященное мероприятие. Мы в первый раз это провели. И после прошлого года, как бы, увидели такой спрос, посмотрели, что людям действительно это интересно, необычный формат. Не все половинки нашли себе еще, да? Да, еще не все. Вы создали свободное. Нашли половинки, верно. И мы решили сделать этот праздник традиционно в своем университете. И каждый год в одно и то же время, в одном и том же месте, на катке, проводим это мероприятие. Как так получилось, что вы все с разных факультетов? Вас что-то объединяет? У вас какая-то организация? Да, у нас есть общая организация, это Совет обучающихся с ГАУ, который в основном, главной своей целью, ставит интеграцию между студентами. То есть я с седьмого факультета, с факультета экономики и управления. Рита, вот она у нас с третьего факультета, инженеров воздушного транспорта. Алис с четвертого факультета. Мы все вместе, ребята у нас еще есть, и со второго, и с первого у нас очень много. Мы все вместе, и мы делаем общее дело. Итак, начало в 6 часов. Кто может прийти туда, на это мероприятие? Прийти может любой желающий. Не обязательно, если ты будешь студентом с ГАУ, то можешь быть вообще не только студентом, ты можешь быть абсолютно любым человеком, который любит кататься на коньках. Ограничений по возрасту нет? Конечно, нет. Кто угодно, можно всех своих родственников туда взять, и всем дружно за ручку хороводом кататься. Хорошо, вопрос. Если там будет ли организован прокат коньков? Или нужно со своим приходить? Как вот тут? К сожалению, по поводу проката, это сложный вопрос. В данный момент его нет. Но в дальнейшем, возможно, у нас что-то придумается, что-то даже свое сделаем, что будет именно делать прокат. В этом году, к сожалению, не будет. То есть все свое с собой? Да, все свое, с своим коньками. Переодеться как-то, раздеться? Будет возможность оставить вещи? Ну, у нас по контуру будут стоять лавочки для удобства, и, соответственно, мы ребят берем, которые будут волонтерами, которые будут помогать ребятам как-то переодетствовать, будут следить за вещами. То есть у нас не будет такого, что там они будут где-то валяться в кучке снега, и никто их не сможет потом откопать. То есть это все будет, конечно, контролироваться. Так, у вас будет ведущий. Какая программа? Что уже есть? Какие секреты можно раскрыть? У нас ведущая сидит. Да, я как ведущая этого мероприятия, одна из ведущих. Программа будет насыщенная, времени скучать не будет ни у кого. Так у нас будет, во-первых, у нас сейчас проходят конкурсы в сети, такие как конкурс репостов, конкурс в Инстаграме с хэштегами. Какие у вас хэштеги? Любовь на льду и с гау, английскими буквами. Также у нас будет масса конкурсов. Призы очень ценные. Я думаю, ребята, за счет того, что призы ценные, побегут к нам все за этими прекрасными призами. Ну побежим, мы во второй части нашей программы. У нас тоже будет мероприятие беговой. Что еще? Ну, во-первых, награждение. Во-вторых, веселые и забавные конкурсы. В-третьих, музыкальные паузы. Также у нас будет выступать наш «Золотой голос» с гау. Ух ты, это заманчиво. Артем Виноградов. Вот как раз-таки он с третьего факультета. И мальчик у нас битбокс будет читать. То есть Артем будет тоже на коньках петь? Да. Ага. То есть это смертельный номер. Я не знаю, будет он там что-нибудь крутить, конечно, но петь он будет на коньках. Понятно. То есть у вас получается сначала в шесть, переодеться можно, коньки с собой, перекусить чай горячий. Конечно. У нас будет организован мини-кафе, как называемый, бесплатный, между прочим, для всех гостей, участников. Будет бесплатный салат и пицца от наших спонсоров-партнеров. Горячие напитки, чай, кофе. Чай, кофе потанцуем. Так, я знаю, что у вас еще будет что-то типа фотобудки или... Инстапринтер, да. Что это такое, расскажи. Это такое типа прокаченные фотобудки, то, что сейчас все в инстаграмах, все в социальных сетях, и можно будет прямо на месте сфотографироваться, делать какие-нибудь салфушки, как вот сейчас модно, и на месте распечатать. То есть будет видеооткрытки, там будет такой дизайн, где будет написано «Любовь на льду» и ваша фотография. То есть, ребята, это будет... С собой забрать? Да, конечно. Это все бесплатно, это просто вы фотографируетесь, подходите. Там главное хэштег указать нужно, с помощью которого будет этот прибор искать эту фотографию, и все. И будет с собой открыточка на память. Здорово, друзья мои. Ну что, телефон прямого эфира 202-11-22. Если есть какие-то вопросы к нашим ребятам, к нашим гостям, звоните. Ну а у меня для вас есть фото-вопрос. Вновь и вновь обращаемся мы к романтическим комедиям на этой неделе, и я предлагаю вам отгадать сейчас, что же за фильм мы загадали. Звоните, если узнали, сейчас видите на экране. Мы разыгрываем пригласительные билеты на концерт коллектива «Онзе Гоу» из Тольятти. Это ночной клуб «Звезда», 13 февраля. Будете, если вдруг в этот день в нашем городе есть желание посетить концерт, звоните, угадывайте, что же за фильм запечатлен на нашем вот кинокадре. Я знаю, что вы много мероприятий проводите, и один из них – бал, бал с гау. Как прошел, рассказывайте. И ты – организатор. Да, я один из организаторов бал с гау. Я занимался работой со спонсорами, партнерами. В этом году бал потрясающе прошел. Очень много отзывов приятных, хороших, потому что он прошел в нашем большом зале «Манежа», который ждали, можно сказать, долго. Очень приятный. Его просто делали ремонт. И очень приятно прошел. Там он очень был насыщен, очень декораций красивый, очень дизайн, оформлением. А вы не принимали участие, девушки? Нет, мы принимали участие в организации других мероприятий. Как хотелось бы, наверное, еще и в платье покрасоваться. Али, ты не танцевал? Нет, я танцевал. Я танцевал. У меня был фраг, я был, ну, не во всех танцах, но принимал интересных танцах, которые мне очень больше нравятся. Танцующий организатор. Танцующий организатор. Это поющий музыкант, ваш золотой голос. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Наталья, есть ли у вас какие-то планы на выходные? Есть, мы с моим мужем уйдем. На романтический ужин. А кто был инициатором, если не секрет? Муж. Муж, какой хороший муж. Как зовут мужа? Роман. Он учился в Гау, кстати, на третьем сутки. Слушайте, ну, пока вот сейчас мы видим кадры из фильма. Что же за фильмы загадали? Ну, вроде бы, это кадры из фильма «Красотка». Не совсем правильно. Я даже сказала, вообще неправильно. Но, тем не менее, актеры из фильма «Красотка» перекочевали в другой фильм, где они также вместе сыграли. Не помните, что это за фильм? Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Наталья, есть ли желание признаться роману в любви на всю губернию? Да. Дорогой мой муж, я тебя очень люблю. Мы вместе с тобой уже 8 лет, и наша любовь только крепнет. Ох, как здорово. Спасибо большое за звонок. Не угадали, но в любви признались. Друзья, если вы угадали, что же это за фильм у нас загадан, звоните на 202-11-22. У вас будет буквально минутка, чтобы подумать, пока мы посмотрим фрагмент «Бал из Гау» и как там красиво кружились девчонки в красивых платьях. Завидуйте, друзья. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, по-прежнему у нас висит киновопрос, что же за фильм мы загадали, фильм романтический Также тут играют, как и в фильме «Красотка» Ричард Гир и Джулия Робертс Но это уже другой фильм, не ошибайтесь, звоните 202-11-22 Как так вот получилось, что вы все-таки, я так понимаю, учитесь в таком серьезном университете Но находите время на то, чтобы как-то еще заниматься творчеством? Ну, времени, конечно, не хватает, как-то 24 часа в сутку это очень мало Но на самом деле совмещать можно То есть как бы у нас университет предоставляет такую возможность, что и под расписанием можно подстроиться И опять же, за счет того, что у ребят расписание разное То есть как бы кто-то там с утра какие-то дела поделает, кто-то как бы вечером что-то добавит Кто-то договорится, то есть вполне, ну, это реально Тем более это интересно, почему бы и нет Вот как бы организовываешь, поучаствовываешь, вот Халид как бал организовал, потанцевал Хорошо время провел, да Да, для разнообразия студенческой жизни, можно сказать У нас есть звонок, давайте принимать, алло, здравствуйте Здравствуйте, алло Да, слышу вас, как вас зовут? Меня зовут Игорь Очень приятно, Игорь, скажите, Игорь, у вас есть сейчас вторая половинка? Никак нет Ну вот, придет исправляться и к выходным найти, с кем пойти, либо прийти на каток Но вы угадали фильм? Разрешите вот предположить название фильма «Сбежавшая невеста» Конечно, и тут даже никаких других вариантов нет, это «Сбежавшая невеста» правильно Скажите, пожалуйста, может быть сейчас есть какой-нибудь человек, которому хочется признаться в любви? Ну, я подумаю, пока признаться, вот не решаясь Ну, надо, 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 а за кадром как раз-таки нужно вот сейчас взять билеты и пригласить, может быть, на концерт Почему нет? Отправляйтесь, хорошо проводите время Спасибо за звонок Ну вот, без пары тоже есть вот граждане Друзья, не теряйтесь А тем временем у нас ребята еще принесли к эфиру свои яркие фотографии своей активной творческой жизни С ГАУ давайте посмотрим, они нам расскажут, что же мы видим в кадре и чем они помимо учебы Я надеюсь, сейчас там не совсем компромат будет Чем вы занимаетесь? Свободное от учебы время, рассказывайте Ну, это Хэллоуин проводился в университете у нас в нашем НК полет, сейчас как бы комбинат питания Наши студенты Это день студента с ГАУ, был 25 января организован Я являлась вот одним из как раз организаторов Это бал с ГАУ Ну вот, пожалуйста Это день улицы Лукачева, тоже традиционный наш праздник Провелось каждый год, каждый в одно и то же время Это военно-патриотическая смена от ВАГ, которая проходила тоже в полете, но в лагере То есть живете весело, активно, я так понимаю, всегда есть те, кто поддержит мероприятие А осень, тоже много участников было Хор наш, выступающий Открытие золотой осени Это уже не с ГАУ, 2014, в этом году тоже будет проходить Это тоже смена от ВАГ Слушайте, ну вы прям активно занимаетесь спортом Друзья, хочется, наверное, всем вам еще сообщить явки, пароли Если вы сейчас не видите информацию, записывайте Любовь на льду, каток с ГАУ, 10-й корпус, Московское шоссе Это 14 февраля, суббота, начало в 18.00 Всех вас приглашаем, вот видите, как активно живут студенты с ГАУ Ребят, ну что хочется вам сказать, большое спасибо, что пришли, что сегодня нам рассказали о своем мероприятии Удачно вам его провести Спасибо, спасибо Ну а с вами, друзья, мы увидимся уже через несколько минут, потому что надо бежать уже в следующий наш блог И действительно бежать в прямом и приносном смысле Забег обещаний, так называется видео, которое вы сейчас увидите А кто этим занимается и для чего люди бегают и что главное у них будет 15 февраля Мы узнаем уже совсем скоро, не переключайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Движение – это жизнь, а бег – это, наверное, смысл жизни для тех, кто сегодня в нашей студии здесь присутствует И кто расскажет о том, что же такое школа правильного бега Давайте знакомиться С нами здесь руководитель, наверное, можно даже сказать, директор школы, если уж по-правильному Василиса Соловьева, здравствуйте Здравствуйте И выпускница школы правильного бега Надежда Малова, здравствуйте Здравствуйте Куда же вы бежите-то? Ну, вообще, школа у нас... мы готовимся к полумарафонам и марафонам У нас курс тренировок и бега мы делаем на массовых забегах в разных странах мира Ну, и вот 15 февраля у нас будет забег, забег влюбленных Километры любви Да, километры любви Но, на самом деле, он приурочен-то еще к тому, что у нас выпускается одна из команд Команда Барселона Они там часть летят от Барселоны, а часть вот... ну, надо же прибежать эту дистанцию, собственно Вот, и, соответственно, вот мы тоже... как бы их выпускной Ну, и тут так совпало с таким замечательным праздником, что мы решили отметить это все вместе Ну, вообще, что такое школа правильного бега? Ну, на самом деле, бег — это естественное состояние человека Просто мы со временем пересели там за машины, за руль, сели за компьютеры И наши стопы стали гораздо слабее Хотя, в принципе, мы как бы эволюционировали благодаря бегу Мы бегали от еды за едой То есть мы как бы... От женщины до мужчины и так далее, так Вот, и... то есть состояние бега для человека, в принципе, ну, должно быть Комфортным Да, но со временем мы, конечно, потратили эту способность Ленимся Ну, лень, да, эволюция вот дала такой сбой нам Но, тем не менее, как бы бегать можно действительно на длинной дистанции Мы готовимся к полумарафонам и марафонам Полумарафон — это 21,1 километр, а полный марафон — 42,2 Кто выживает в конце? Выживают все! Это здорово! Да, ну, идея в том, что мы готовим любителей Конечно, не профессионалов Профессионал — это другая вообще история А любителей мы можем подготовить с нуля Пробежать свои первые 21 километр за 7 недель А за 14 недель можно подготовиться уже к марафону Независимо от времени года, я так понимаю Да На самом деле, нет плохой погоды, есть плохая экипировка Поэтому, да, в любое время года мы готовимся В принципе, на коробку Зимой бегать не жарко, поэтому Ну, вот мы сейчас у Надежды спросим Как так случилось, что вы нашли эту школу? Да еще и, как выяснилось по видео, там вся семья завязана уже Совершенно случайно Эта школа, я даже не понимаю, как Меня Василиса все время спрашивает, как я нашла эту школу Я не понимаю, она как-то судьбой мне упала Сколько вы бегаете? В социальных сетях Я бегаю 3 года Ну, с ребятами я бегаю с сентября Вот, я как бы тоже сильно не верила в эту идею То, что можно за 7 недель пробежать 21 километр И при этом себя нормально чувствовать И при этом, как бы, ну, не умереть Не упасть, да, в конце Не умереть в это время, да Во время забега Вот, но я посмотрела на людей Очень хорошие тренера с нами работают Которые, в принципе, как бы вдохновляют Всегда, в любое время, дня и ночи практически С ними можно связаться, обсудить все проблемы У меня тут не получается 19-й километр Алло, здравствуйте, можно, да? Да, именно так Именно так, да Это на самом деле очень подбадривает У нас сформируется сразу группа людей Таких, которые... Неравнодушных Неравнодушных, да Многие... Я просто бегала, как бы, до этого Другими видами спорта занималась Многие приходят с нуля совершенно То есть девочки, которые по стадиону Не могут пробежать 400 метров Они на самом деле Через 7 недель бегут 21 километр И потом они повторяют Это что самое интересное То есть им это нравится Вот Ну, как бы вот так вот Это здорово и классно Начать можно в любом возрасте С любого времени года На самом деле зимой бегать даже Иногда даже интереснее Потому что в морозный день, когда ты бежишь Это ощущение непередаваемое Ну, вот допустим Кто-то сейчас у нас сидит, смотрит И говорит Так, ладно Не с этого понедельника К следующему начну бегать Вот он придет к вам Что вы делаете с этим человеком? Ну, на самом деле Есть несколько, как бы, главных Так сказать Из чего состоит обучение В школе бега Лафрайнинга В первую очередь это школа То есть мы не клуб любителей бега У нас школа То есть у нас есть Четкий тренировочный план У нас профессиональные тренера У нас... И на финише у нас стоит конкретная цель То есть, как бы, все семь недель Это, как бы, эпогеи этого тренировочного курса Это, как раз, поездка Это сам забег Вот Просто, когда перед тобой стоит цель Как бы, жизнь сразу начинает меняться Другими красками Сами же так играть И, как бы, уже сразу находится То есть, если ты уже знаешь Что тебе через семь недель бежать Двадцать один километр Ты уже проснешься утром Ты пойдешь на тренировку Ты, ну... Ну, стыдно будет, если ты проспишь Это все дело И это тоже А вторая, да То, что команда Мы объединяемся в команды То есть, каждая команда готовится К определенному старту И, когда ты с этим человеком тренируешься Потом еще будешь выходить на старт Ну, конечно, тебе будет Там, проснуться утром в субботу И пойти на тренировку Гораздо проще, чем пойти одному бегать Ну, да, это поддержка такая получается Очень сильно меняется Значение социальных сетей, на самом деле Они становятся не как бы временем Где ты проводишь время просто так в пустую Они становятся мотивацией Потому что, когда где-нибудь в социальной сети Твои друзья выложили Сколько километров они пробежали Сегодня с утра Сколько раз отжался И что-то сделал То есть, это заставляет просто вставать Идти Это как бы втягивает Если к семье возвращаться И к родственникам, и ко всем Это втягивает всех Потому что всем тоже хочется Мама бежит Все сыны бежат Все бегут Куда деваться? Мама бежит Ну, с ног семейных пар Здорово Бегают Ну, давайте посмотрим ваши яркие, красивые фотографии Потому что, если вы думаете, что там бегают только невероятные какие-нибудь качки Которые занимаются этим лет 10 Это не так Люди всякие приходят Я так понимаю, разный возраст, да, вы можете принимать? Или есть какие-то ограничения по возрасту? Ну, старше 18 мы принимаем, конечно Понятно Противопоказания? Ну, у нас есть спортивный врач В принципе, мы все с ним беседуем Вот, противопоказания особых-то и нет Бегу нет противопоказаний Ну, рассказывайте, что мы видим Вот это фотография забега обещаний У нас был 1 января Это было такое По всей России мы бежали Нужно было написать на номере Свои обещания на год Это фотография с Лыжни России Вот в это воскресенье Да, у нас была большая группа поддержки Мы делали классные фау На лыжах? На лыжах У нас есть Алавский еще, да Ух ты Это тренировка Ну, это тренировки Это еще московская тренировка у нас была То есть, сколько сейчас примерно стран присоединились К этому проекту, к этой школе Города Города У нас 13 городов всего В России? Да А если брать по миру? Это российский проект А, это российский? Это российский проект Серьезно, как здорово-то Я-то думала Это фотография с Гарда, с Озергарда Я думала, где-нибудь, кто-нибудь придумала Оказывается А кто? Кто? Основатели Их трое ребят Еще очень классные ребята Очень близкие друзья Москвичи Максим Журила Вот они вот здесь как раз Их там видно Максим, Вова и Ира В белых майках Вот втроем с краю Как раз это вот они То есть, это наш русский проект Как здорово А кто-то уже перенял этот опыт В других странах? Ну, вообще Просто бег на длинной дистанции В России Это не такой популярный Виспорт Да, нет, конечно Пока Пока Вот А в Америке Вы знаете, что И самый массовый марафон мира Проходит в Америке В Нью-Йорке Он уже 55-й раз Будет проходить 55-й год подряд Не поедете туда? Там, на самом деле Сложно с регистрацией Там нужно Это отдельная история Там нужно выиграть лотерею Вот Но там участвует Более 50 тысяч участников И это как бы такая То есть, там культура уже создана У нас просто нет этой культуры Поэтому у нас Мы создаем Здорово Что нужно человеку Для того, чтобы 15 февраля В 9 утра Или в 10 Прийти к вам И побегать? Ну, в первую очередь Нужно определиться с дистанцией Ну, давайте Раскрывайте все секреты Страшные цифры Для многих Первая дистанция 21,1 километр Собственно, полмарафон И затем У нас есть две дистанции Спутника Так называемые Это 10,5 километров Дистанция на полмарафона Начинается Ну, старт у нас В 9 утра И в 10, соответственно, другие Ну, нужно обязательно Зарегистрироваться Потому что у нас У каждого Ученичного участника Будет индивидуальный номер По всей России, кстати Номер индивидуальный, эксклюзивный Хотела еще заметить Что он эксклюзивный По всей России То есть у нас Еще в наших других городах Тоже будет забег Лафран Вот Нужно будет зарегистрироваться У нас На социальных сетях Есть ссылки В принципе, и в Инстаграме И в Фейсбуке Да, мы в своей группе Тоже сделали перепост Информации Так что ищите Обязательно Нужно зарегистрироваться Чтобы мы номер Вы выдали Ну, и чтобы вы, соответственно Потом получили подарок И, соответственно Чтобы мы Ваши протокольные Подарки дают Вот Чтобы у нас было протокольное время И протокол будет вывешен у нас На сайте loverunning.ru У каждого города Будет свой Поэтому можно посоревноваться Городами Это очень здорово Это очень мотивирует Друзья Ну, обещала вам розыгрыш Давайте еще посмотрим на экран Еще одна романтическая комедия Нетрадиционная Может быть Для многих ситуация Когда Вот так вот на улице Видим такой кадр Что же это за фильм 202 11 22 Звоните Если угадали Тут что-то происходит такое Видимо Ну, что-то случилось Что случилось И что это за фильм Если вы знаете Звоните 202 11 22 Вот к вам приходят новички Да, действительно Семь недель После этого Они бегут Я так понимаю В выпускной свой Полумарафон Дальше люди Как вы говорите Бегут еще раз А что потом? Ну Вообще Это целое Может я расскажу Да, пожалуйста Расскажите Что потом Потому что потом На самом деле Начинается Самый интерес Ломать начинает Потому что бега нет Да, бегать Во-первых Хочется Во-вторых Хочется продолжать Общаться с теми же людьми С которыми ты общаешься В-третьих Хочется ехать еще На какие-то соревнования И дальше Вариантов Как бы Ну, несколько Можно пойти На следующий уровень Обучения Подготовиться К марафону Можно пойти Айлафскининг Это научиться Кататься Коньковым ходом На лыжах Чего я сделала Вот у нас надежда Да, можно пойти Я могу говорить Да, потому что С марта месяца Можно будет пойти В бассейн И научиться За 4 недели Проплывать Свой лучший километр Вот То есть Как бы Вариантов у нас Очень много Мы вот Если самое простое Рассматривать То мы после того Как приехали из Италии Из Гарда Был самый массовый Забег Айлафранинг 450 участников Да, 450 участников Было в зеленых майках Это было конечно Феерическое зрелище Когда мы все вместе Разминались Когда мы все вместе Бежали Это было просто На самом деле классно Иностранцы бегают клубами Но такого массового клуба Там не было ни одного Мы получили приз Как самый массовый клуб В Италии Это был российский клуб Да И Ну Мы Всеми теми же ребятами Встречаемся по выходным Бегаем У нас обязательно Сейчас одна тренировка Вместе Ну а дальше Кто пошел На какой-то следующий уровень Кто Ну поддерживаете Друг друга всегда Да, то есть мы Как бы ну не расстались Это здорово Это так Друзья мои Объединяет Если вдруг Вы не поверите Вот они сидят Дружат Общаются У нас есть телефонный звонок Давайте принимать Алло, здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Анна Анна, очень приятно Анна, есть ли у вас Какие-то планы на выходные? Ну, наверное Что-то надо Выходить на воздух Конечно Анна Скажите, пожалуйста Есть ли у вас вторая половинка? Да, конечно Есть Как зовут? Леонид Будем любви признаваться? Обязательно Давайте Уже больше 23 лет Каждый день Как праздник Я уж думала сейчас Что-нибудь другое скажешь Это так и здорово Ну, тогда тем более Нужно выиграть билеты На концерт Сургановой оркестра И вместе сходить Что же за фильм Мы загадали? Это фильм-предложение Конечно Вот такая ситуация Когда и девушка Может сделать предложение Парню Что это за фильм Если не смотрели Обязательно посмотрите Ну, собственно Сколько раз в неделю У вас тренировки проходят Для тех, кто готовится За 7 недель? Ну, к полумарафону За 7 недель Два раза в неделю С тренером И плюс по индивидуальному плану Там 1-2 В зависимости от уровня подготовки И недели, собственно Вот Мы каждое воскресенье Усылаем всем планы Там помимо планов тренировочного Еще и полезная информация Ну, и все наши мероприятия Ну, и как бы да Правильно говорит Надежда То, что команда Это важно Мы стараемся это максимально подпитывать Мы соорганизовываем Совместные завтраки Совместные выпускные Вот такие забеги Ну, вот как Love Run Они обязательно тоже объединяют Вот Поэтому, как бы Командный дух Мы стараемся максимально поддерживать А так, тренировки Да, два раза в неделю Мы тренируемся И зимой, и летом Вот Одним зеленым цветом Я так понимаю Это очень здорово Поэтому погоды плохой Действительно нет Ну, у нас, понятное дело Там технические тренировки Проходят в Манеже Либо на стадионе В летнее время А так массовые Ну, объемные, точнее Они проходят на набережной Ну, что, друзья Встречаемся в воскресенье Если кто любит бегать Ну, а для вас еще какая-то Информация полезная Самарский областной художественный музей Что на Куйбышево, 92 Акция свидания в музее 14 февраля в этот день Вход на все выставки В музее для одного человека Из влюбленной пары Будет бесплатным Музей имени Алабина Покажет спектакль Самарского театра Место действия Предел любви Начало 18.00 Ну, и Самарская вечерка ДК железнодорожников Льва Толстого, 94 Три часа традиционных удовольствий С народными плясками Выступлениями Русскими забавами Начало 18.00 Спасибо вам, что пришли Прибежали на наш эфир На вам, друзья Хорошего настроения Любви взаимной Если нет второй половинки Не грустите Она где-то рядом До встречи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин